Сейчас будем говорить, что сегодня пойдет об Святом Евангелии. Итак, в продолжение пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь же женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Итак, вот здесь мы слышим отрывы, которые читаются всегда у нас во время Богородичного праздника. И здесь мы слышим повествование об двух женщинах, Марфе и Марии, которые жили в одном селении. Селение называется Вифания. В домах, на месте этого дома сейчас стал католический храм. Эти сестры, у них были, они имели брата еще. Этого брата звали Лазарь. Его Господь позднее воскресил из мертвых. Вот это, и Марфа и Мария, они были позднее, они стали чуженными мироносицами. Вот. Итак, когда они пришли в это некое село, там была женщина по имени Марфа, которая приняла его в свой дом. И у нее была сестра, младшая сестра Мария, она присела к ногам Иисуса и слышала, чтобы слушать слово его. Зачем принимали в дом? То есть, зачем они хотели это сделать? Дело в том, что, конечно же, они знали, что есть великий добровитель принимать странников. Мы знаем, что одна из великих добровителей, которая была увенчана в рам, он, заботясь о гостеприимстве, однажды принял ангел к себе в дом, как мы знаем. И Господь Бог, явившийся под видом ангела, он благословил его, дал ему ребенка в старости его лет. Вот. И здесь вот мы видим как раз-то пример того, как, что вот по примеру Господа, по примеру патриарха, по примеру древних святых, и ученики Господа, они старались проявлять себя как любители странников. Особенности же, конечно, они любили Господа принимать, они заботились о том, что ему каким-то образом, достойным образом почтить, почтить его внешним образом, почтить его, показать свою любовь там через пищу, через что-то иное. Вот. И произошло некое такое разделение. Марфа, она была человеком деятельной, она была такой главой дома. Видимо, она управляла реально всем этим домом, она вот таким, если угодно, ну, как знаете, часто попадаются такие люди, женщины такие, которые, конечно, руководители такими, да, вот. Вот. И она вот здесь была из таких руководителей. И она считала, что главное, чтобы человеку было хорошо, телесно. Вот. И поэтому она приняла в дом, и когда она занималась подготовкой большого угощения, то Мария, она села у ног Иисуса, чтобы слушать его проповедь, чтобы слушать его слово вечной жизни, которое уходило из его уст. И... А Марфа заботилась о многому служению, большой дикане, в ходе написано, да, неком большом служении. Вот. Многие люди считают, что главное дело – это внешнее служение, которое есть на земле, да, вот. Некоторые считают, что главное, чтобы человек там только бедным помогал, там, или главное, чтобы человек много добрых дел делал. Это действительно великое, великое и доброе дело. Господь сказал, что тот, кто примет праведника во имя праведника, он получит награду праведника. Кто примет ученика во имя ученика, тот не потеряет награды своей. И кто поднесет человеку чашу холодной воды, потому что он Христов, он не потеряет, он получит награду своей вечности. И действительно, это служение, оно велико и весьма душеполезно. Но оно не самое высшее. Недаром у нас, мы знаем, что высшая форма монастыря – это не огромный монастырь, в котором налажено огромное сельское хозяйство, знаете, как вот некуда сейчас делают, а обычные далекие скиты или пещеры отшельника, которые вообще практически не заботятся ни о чем внешнем, потому что они занимаются чем-то внутренним. И вот здесь мы видим пример такого столкновения между Марфой и Марией. Марфа, она поставила в главу угла внешнюю деятельность, она поставила в главу угла подготовку угощения, подготовку вот этого многозаботливости, чтобы проявить свою любовь таким образом к Господу. Но она забыла, ради чего все это делается, понимаете? Вот часто бывает такая ситуация, что люди, которые работают при церкви, они забывают, о чем нужна церковь. Не приходилось столкнуться со старостями, которые причащаются, слава Богу, если раз в год, потому что они настолько увлекаются делами храма, что им просто некогда об этом задуматься. Об святом причастии, об своей душевной духовном росте. Я многократно видел людей, которые настолько усердно занимаются церковным пением, что забывают о том, что молиться очень не мешало совсем. Это такое профессиональное заболевание тех людей, которые чрезмерно увлекаются внешними делами. Есть люди, которые готовы положить всю свою жизнь на миссию, но при этом забывают о том, как правильно исповедоваться. Есть люди, которые вкладывают всю свою силу, чтобы там помочь бедным, но при этом они забывают об Христе Спасителе. Вот все такие случаи, они вроде как о нем помнят, но там некогда, столько дел, столько забот, столько работ, нужно то сделать, все сделать, куда уж там молиться, куда уж там Слово Божие звучать. Все это некогда, главное все дела. Но пока они еще делают добрые дела так, здесь еще нет никакой беды, пока еще исцелимо, скажем так. Господь примет их в служение. Но возникает на самом деле у них протест. Есть психология Марф, она сработала элементарно. Люди говорят, мы все пашем, пашем, а почему другие так не делают? Вот как здесь Марф возмущенный, возмущенный подходит к Христу и говорит, Господь, не заботит ли тебя, что сестра моя одну меня оставила предслуживать, скажи, чтобы она мне помогла. Вот это голос на самом деле такого возмущения, очень даже знакомый, даже сейчас. Чего эти монахи такие эгоисты, только о своей душе заботятся, да? Нечего, мало того, лучше бы они, конечно, переустройством мира занимались, так? Лучше бы монахи занимались социальными программами, лучше бы монахи занимались борьбой с мировым порядком, лучше бы монахи митинги и демонстрации устраивали, нечего бы тут по монастырям засиживаться. Вот говорят современные последователи Марфы, в худшем смысле этого слова. Но внешняя деятельность, она на самом деле способна полностью поглотить человека, так что человек будет внешне делать добро, но при этом забудет о ради кого он его делает. Понимаете, вот такая суета, которая сжирает человека. Вот интересно, что настоящие истинные древние монахи миссионеры, они говорят, что главным делом миссионеров должна быть литургия. Понимаете, вот интересно, что с чего начинали всегда проповедь своего апостола? Они молились Богу. А другие древние жители апостолов говорят, что они обычно перед своей проповедью обычно совершали божественную литургию, а потом уже шли проповедовать. Понимаете, да, зачем? Чтобы идти проповедовать силы не своей, а силы Христа Спасителя, который будет в них действовать. Чтобы делать не свое дело, а дело Божие. А человек, который чрезмерно увлечен внешними добрыми делами, он начинает забывать, что делаю его это дело Божие. Понимаете? Он начинает говорить, что вот тут у меня та проблема, вся проблема. Это настолько важно мое дело, что как смеют другие, мне в этом не помогать. Понимаете? Вот такая начинает собираться. Человек вместо того, чтобы делать дело Божие, начинает делать дело свое. Считай его Божьим. И тут у него начинает возрастать такое возмущение, недовольство, он начинает ругаться на всех окружающих, говорит, как ты смеешь, нельзя так поступать, нельзя так делать. И вот Марфа настолько засуетилась, что она даже с претензией к Господу приходит. Фактически говорит, что как же ты смотришь за своими ученицами? Ты бы заставил их по домам поработать, понимаете? Ты бы заставил заниматься какими-то делами. Вот такой пир готовится, а тут человек меня бросил, я одна тут кручусь, как белка в колесе. Мне никто не помогает, вот даже сестра родная, и тут вот сидит, там, лясы, точи, что называется, да? Как часто в таких случаях говорят. Только себя своими словом Божьим занимаешься, да? Только своими делами занимаешься. Только тебе слушать и слушать, и говорить, и говорить. Я думаю, вы сейчас такие слышали разговоры, да? Это очень часто встречающаяся идеология, которая и сейчас чрезвычайно популярна в нашем мире. И это не случайно, потому что добротели Марфы, они доступны для мира. А добротели Марии, в принципе, непостижимы для мира. Добротели Марфы, это добротель деятельная. Она необходима, конечно же, потому что если человек не делает никаких внешне добрых дел, то он не сможет подняться и на высоты сверцания. Он будет пустобрехом, который только говорит о том, чего он не знает никогда. Но тот человек, который поставил на первое место внешние добродетели, он оказывается человеком, который близок к фарисейству, к близок к пустоте, потому что внешние добрые дела не способны сами по себе переделать внутреннее состояние сердца человека. Для внутренней переделки необходимо внутреннее же делание, понимаете? Внутреннее сверцание, слушание Слово Бога, слушание, изучение Слова Божия, вживание Слова Божия, молитва, богообщение, в те внутренние процессы, которые переделают глубины сердца человека. И как раз-то здесь перед Господом встал вопрос, как относиться, что ставить на первое место? Является ли внешняя суета необходима атрибутами человека? Некоторые считают, что если человек внешне дело много не наделал, то все, это уже пропащий человек. Вот, сколько бывали случаев, когда у нас люди начинали говорить, ну, этот человек там, что с него возьмешь? Он ничего не делает там, да, внешнего. Ничего хорошего он не делает, что там с него взять-то? Он у нас человек такой, совершенно, там, в себе на уме там сидит, там такой дурачок, там, у себя в келье чем-то занимается, и все, что с него возьмешь, понимаете? Вот, вот, а Господь, отвечая, сказал ей, отвечает ему, звоните как мягко, говорит, Марфа, Марфа, да? Ты заботишься и беспокоишься, и суетишься о многом, а в одном же есть только нужда. Мария же благую долю избрала, которой не будет от них от них. Вот, ты заботишься, и тебя пожирает суета, и ты о многом суетишься, ты в этой суете пребываешь. Но, на самом деле, ты забыл о том, что нужно только одно единственное. Бога общения. Зачем нужны добрые дела, чтобы подготовить дорогу к Богу общению? Зачем нужна милостыня, чтобы оказывать милость Богу, который пришел тебе под видом нищего, понимаете? Если ты подал милостыню не с этой целью, твоя милостыня не будет иметь вечных последствий. Понятно, да, почему? Потому что ты подал не ради Бога, а ради человека. И вот... Ради Христа я подаю, это у человека все. Проговорите все, какие проблемы, что-то заморачиваться. Что заморачиваться, скажите, а ради Христа? Да. Все. Два слова. Пользуем ответ на заморачиваться. Ну, а я не знаю. Все. А я с парик прослял. Ну, скажите, вот, не жалко человек, поэтому подаю ради Христа. Это же очень просто, не понимаю, что проблема-то? Есть вещи, которые мы должны делать, а есть вещи суеты. Это, простите, разные вещи совершенно. Ему сделали большое угощение. Зачем Христу большое угощение? Понимаете? Это, конечно, хорошо. Лишнее, да. Это суета, когда человек суета зажирает, называется. На самом деле, есть мера суета, и обычные домашние дела, это немножко разные вещи. Совершенно разные вещи, на самом деле. Потому что домашние дела становятся суетой, только при том условии, что есть им подать некую божественную, некую высокую ценность. Понимаете? Я сделаю великое дело, я помыл посуду. Вот в это начало суеты. Понятно? Но когда человек идет, думает о своем, а чистенько моет посуду при этом, понимаете? У него суеты никакой нет, потому что у него внутреннее дело настоящее происходит здесь, а все остальное идет по внешнему, понимаете? По внешнему радиусу в душе. Но вот здесь тогда никакой суеты у него не возникает, не на чем ей основываться, понимаете? А когда человек делает, начинает делать героические поступки с каждого взмаха веника, то, простите, это прямое начало суеты. Причем совершенно не обязательно, что он много при этом сделает. Более того, скажу, что человек суетящийся делает гораздо меньше, чем не суетящийся. Понятно, да, почему? А здесь как раз вот в этом и корень. Не то, что там нужно забрасывать кого-то, а не нужно, что нужно кого-то там бросаться в край, здесь совершенно незачем. Никто не говорит, что Мария, например, никогда ничего не делала по дому. Мария, она заботилась по дому, но она была созерцательницей. Господь поставил ее подвиг созерцания выше, чем подвиг деятельности. И он таким образом нам дал четко, совершенно внутренний критерий. Если вещи хорошие, а если вещи выше. А вот можно сказать, что Мария, Мария – это символы души телесной и души духовной? Не совсем. Считается это и справедливо считается, начиная с Андрея Критского, это образ двух видов добродетелей. Вы, наверное, знаете, что в церкви считают принципиально два разных типа добродетелей. То, что называется обычно в Великом Каноне Андрея Критского «деяние», и второе, что называется в Каноне Андрея Критского разума, или то, что их называют еще внешние добродетели или внутренние добродетели. Это совершенно разный вид добродетелей, которые соотносятся между собой как листва к плодам. Внешние добродетели – листва, внутренние добродетели – это плоды. Конечно, если не будет листьев, плоды тоже не вырастут. Понятно, откуда там глюкозу то же самое брать, да? Вот для строительства те же самые плодов. Но если дерево приносит одни только листья, то оно совершенно никому не нужно, понимаете? Ну, раньше для изъединения города. В смысле садово-городических приспособлений оно явно не годится, так? Поэтому, конечно же, здесь нужно смотреть, что должно быть на первом месте. Конечно же, человек часто начинает с внешнего, но он должен помнить, что внешне без внутреннего несовершенно. Оно бесполезно просто. Поэтому Господь сказал, что ты заботишься и суетишься очень о многом. А нужно только одно. Нужно одно – это видение Бога. И Мария выбрала благую часть. Она выбрала сверцание, слышание Слова Бога. Она выбрала впитывание Слова Божьего. Поэтому есть такая практическая вещь, когда человек, чтобы не сорваться в суету, делает себе обязательно такие перерывы. Вы знаете, на светских работах мужики на перекуры бегают. Чтобы таким образом, как они думают, не дорваться на работе. Нужно такие вот духовные перерывчики делать. Нужно учиться делать, хотя бы, не знаю, в час-пять минут давать себе на молитву. Скажите, пожалуйста, а можно, например, сделать так? Мыть посолы, например, и одновременно... Да кто же мешает? Да можно, можно, говоришь сотни раз об этом. Но здесь нужно говорить, что нужно уметь останавливаться. На самом деле наша суета такова, что если в нее вовлекаешься, она, знаете, как у вихра, такой, как ураганчик такой. Он говорит, жили так, знаете, все больше и больше, и больше, и больше. Дело, знаете, когда не всех дел не переделаешь. Есть такой известный поговорок. Потому что чем больше дел делаешь, тем больше новых прибавляется. Поэтому надо уметь останавливаться, уметь останавливаться на своих путях. Поэтому не дай попросить, говорить, что с чего надо начинать. Остановитесь на путях своих, и услышите, посмотрите, где путь Божий, и идите по нему. Вот нужно уметь останавливаться на своей дороге, уметь избирать благую часть, которую избрала Мария. Уметь слушать Слово Бога, уметь останавливаться, уметь благодарить Господа. Вот, про пять минут я сказал, что это, конечно же, всякий может сделать, да, вот, в течение своего времени рабочего. Вот, и нерабочего. Но, на самом деле, конечно же, на Руси справедливо считали, что этого недостаточно. Поэтому и в России, и в Византии, и вообще во всей церкви всегда существовала такая замечательная позиция, такая вещь, как паломничество. Зачем паломничество нужно? Паломничество нужно как раз для того, чтобы люди могли остановиться на своих путях. Чтобы они могли вырваться из обычной круговерти, которая нас гоняет, да, вот как, не знаю, как, там, шары в бильярде. Вот, чтобы от этого остановиться, то есть, чтобы можно было выйти на свободу и немножко, пожить немножко другой жизнью. Поэтому обычно выезжали там даже не на день, а на несколько дней выезжали, чтобы в себя немножко прийти, чтобы послушать Слово Божие. Именно по этой причине, например, до революции в монастырях считалось необходимым человеку принимать на три дня монастырь, не загружая его послушаниями. Понимаете, да, почему? Почему? Чтобы человек мог послушать Слово Божие. То, что она сейчас сразу все паломники выгружают послушанием, это, конечно, неправильно. Вот есть три дня, когда человек должен там уметь послушать просто, как Мария, да, Слово Божие. Потом, естественно, если он хочет больше, он, естественно, должен там ей работать, обеспечить себе питание. Но здесь, конечно же, нужно стараться все-таки вот этот уровень соблюсти, понимаете, умение отдохнуть. Но есть более высокий путь, конечно же, высочайший путь безмолвничества, путь монашества, который просто выбирает путь Марии, путь непосредственно созерцания. Они, конечно, обязаны обеспечить сами себя, естественно. Настоящие отшельники они всегда себя каким-то образом обеспечивали. Даже те, которые жили в глубоком затворе, они обязательно работали. Потому что праздность – мать многих грехов, как известно. Поэтому они обязательно обеспечивали себя. Пускай там не лично торговли, там, да, они что-то делали, а то потом то, что они делают, другие продавали, а за счет этого обеспечили кровопитание. Как это совмещается, нестяжательность и работа? А почему это? Нестяжательность – это не привязывать к имуществу, и все. Просто обеспеченность самого себя вложения. Да, конечно, человек должен обеспечить. Да, как бы, как апостол Павел сказал, если мы имеем еду и пить, и одежду, должны быть довольны этим. Вот и все. Вот этот путь, на самом деле, самый высокий, потому что, и Господь сказал, что это благая часть, которая не отнимется от Марии. Вот, и этот путь, на самом деле, является путем авангарда. Вот, как говорил отец Паисий, что, представьте себе, вот идет, там, не знаю, сражение, война. И, вот, во время этого сражения, один человек, представьте, во взводе, например, он бездельничает. Он сидит в этом взводе, и не стоит стрелять вместе со всеми, как все делают. Он сидит и, там, какие-то странные стучат по какому-то приборчику. Вот, на самом деле, если его заставить стрелять, то скоро вот этот отряд погибнет полностью. Почему? Потому что человек радист. Он обеспечивает точность наводки, понимаете, он обеспечивает корректировку с другими силами, которые наступают, понимаете. Точно так же созерцатель. Это тот человек, который обеспечивает корректировку всех окружающих, понимаете. Он обеспечивает возможность взаимодействия всех людей, которые вокруг него. Не даром как раз с тем людям, которые жили с созерцанием, по-настоящему истинным подвижникам, к ним всегда люди тянулись, чтобы услышать от них Слово Божие. Они от них убегали, чтобы еще больше пребывать в большей тишине. Это связано как раз с тем, что человек такой, который сверцает, который забрал благую долю Марии, благую участь Марии, тот такой человек, конечно же, получает неземное наслаждение от богообщения, удивительное получает удовольствие и счастье от общения с Творцом. И ему, с одной стороны, совершенно не хочется с ним расставаться, а с другой стороны, жалко людей, которые к нему приходят. Поэтому интересно, что самыми крупными, наверное, деятелями в церкви были те люди, которые вышли из затворников. Вот у нас есть милиткие три святителя. Василий Витрий, Григорий Богослов и Арнастововский. Вот с чего они начинали? Все трое были отшельниками. Отшельником был Василий, отшельником был Григорий, но они были не совсем отшельником, они были скорее с детского жизни. Потому что в монашестве существует три вида монашества. Существует всем известный вид общежительных монастырей, когда все монахи живут вместе в одном монастыре, они не имеют ничего своего, у них общность имущества, они живут одним хозяйством. Есть путь слита, когда люди живут по два-три человека вместе. И есть путь отшельников, а человек один и живет. Самое совершенное, то есть самое удобное для спасения всегда состояться на заваление на вторую путь. Не в общерительном монастыре, а с плиткой. Почему? Потому что в общерительном монастыре фактически очень затруднена работа над каждым конкретным человеком. Потому что огромное количество монахов. Представьте себе, там бывало монастыря, например, 150 есть монахов сейчас в монастыре. Как там можно о конкретном человеке позаботиться? Там слизы и устояния души. И поэтому сейчас слушания превращались, да и сейчас превращаются регулярно, в какие-то колхозные работы. по этому, по там, развитию монастырского хозяйства. В результате, конечно же, получается, что душа поднимается медленно в свое духовное развитие. Хотя она имеет огромный плюс от пользы от послушания. То есть, я просто слушаю все, что и говорит настоятель, и настоятель православный, да, который старается все-таки заботиться о спасении души, то есть и польза. Потому что человек такой смиряется. И он лечится от гнева, особенно таким образом. Поэтому обычно древние отцы, они с разбором посылали люди в монастыри. А гневливых посылали в общежитие. Ну, понятно, да? Когда у тебя еще сто человек, тебя не так уж погниваешься, тебя побломают быстренько, согласитесь, да? Ну, кто учился в семинаре или служил в армии, тот знает, что в казахе не завоюешь, не завалуешься, да, особенно. Там, начнешь пить чай после отбоя, тебе сразу там, как дадут по голове. Вот, и мол, тебе не покажется. Вот, если тут гнев-то быстренько опуздает, тебя вот немножко на место поставят. Но это, опять-таки, такое техническое средство. Более совершенный способ, конечно же, жить два или три человека, чтобы жили вместе, то, что они друг другу помогают, друг другу поддерживают, и все-таки можно разобраться в душевных проблемах. В случае необходимости же обычно всегда такие люди шли к старцам, чтобы все получиться. Спасибо. Спасибо.